Давайте возьмем две самые простые проби. 0,1 и 1. Ну и давайте по нашему правилу сложим. 0 плюс 1 это будет 1. А 1 плюс 1 это будет 2. Вот я прошу прощения, в силу некоторых загадочных причин мы поставим стрелку отсюда сюда. Почему мы ее поставим в первый раз так, я буду объяснять так. А сейчас мы посмотрим, что произошло. А у нас произошло то, что на обрезке 0,1 появилось новое число 1,2. То есть отрезок 0,1 проспался в два отрезка. 0,1,2 объединение с 1,2 раз. И если в начале имели отрезок 0,1 и у него в конце будет 0,1, то получилось два других отрезка. 0,1,2 и 1,2 раз. Давайте мы с новыми отрезками. Отрезок 0,1 это отрезок 0,1. Отрезок 0,1. Отрезок 0,1. Отрезок 0,1. Отрезок 0,1. Давайте мы с этим отрезком следующим, которые мы будем называть отрезки 1. Сделаем ту же процедуру. Вот у отрезка 0,2 два конца. 0. 0. Да. 0 верно. 3. Не знаю, что мы обменяем. А если у нас отрезок 0,1,0 это 0,1, то уже будет 3. Значит, вот стрелка здесь влево и потом в одну треть. А здесь у нас отрезок 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3. Вот сюда вот стрелку отправим 2 трети. Дальше у нас получились, смотрите, на следующем уровне другие отрезки, соседние числа 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3. С каждым из таких отрезков мы сделаем то же самое. Возьмем. Надо будет скульпироваться в несчастных утверждениях. Давайте назовем его левым. что если здесь две дроби AB меньше CD, то если мы такие дроби менее, и мы числитель сложим с числителем, а знаменатель сложим с знаменателем, то получится нечто между AB и CD. Ну, по-видимому, это совсем понятно, и это даже может школьник доказать. Правда? Поэтому давайте мы доказательства осправим упражнения. Ну, давайте, так сказать, мы вообще имеем дело с положительными числами, с положительными числами, это вообще, наверное, все интересно, да? Значит, давайте, так сказать, вот тут напишем еще больше нуля, больше равного. С положительными числами вообще все интересно. Важно, что когда мы складываем два числа по этому разному правилу, мы получаем всегда число между теми числами, которые мы изначально имеем. давайте все-таки будем немножко более грамотными и математическими. Конечно, вот так дроби не складывают. То, что тут здесь улучшается, вообще, говорят, называется по-другому. Во-первых, давайте раз это не сложение дробей, а какая-то другая процедура обведем один плюс в кружочек. И давайте раз это не сложение дробей, какая-то другая процедура, давайте называть вот каким-то другим словом. И на сей предмет есть умное математическое слово. Вот эта процедура называется вся тем медианты agora. дробей. И вот эта штука называется медианта. Ученый. Медианта. Да. Вот в треугольнике есть медианта, а для двух дробей есть медианта. Но вообще говоря, медианта есть в статистике. Ну, а в статистике давайте говорить не будем. Вот то есть мы примем медианту двух дробей.